25 часа Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Добрый вечер. Перспективу увольнения Залужного обсуждают на разные лады. От коней на переправе не меняют, до Зеленский делает себе харакири, намереваясь убрать опытного военного. Один из депутатов Верховной Рады уже заявил, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Как смотреть на эту ситуацию? Действительно, Залужный представлял такую угрозу? С двух сторон. Во-первых, это информационная операция, которая отвлекает всеобщее внимание, в том числе внимание России. И есть надежда у операторов на Западе, в первую очередь в Англии и в Америке, что мы замнемся, что мы подумаем, ага, у них сейчас сменят Верховного главнокомандующего, у них сейчас будет внутренняя заметня внутри, и вот сейчас не время предпринимать активные действия. То есть это может быть такая информационная операция. Второе, известно, что Зеленский полностью контролируется англичанами. Попытка американцев его украсть в том вывозе к Байду на военном самолете ни к чему не привела, он остался под контролем англичан. Залуженный представляет интересы США, и в этом отношении бытовая разборка двух бандитов – это часть борьбы англичан с американцами. Поскольку демократическая партия США, она очень сильно ориентирована на Англию и не очень сильно выражает интересы Америки, возможно, визит госпожи Нулон был призван в рамках отстаивания интересов Англии убрать господина Залуженного, решить, что называется, кадровый вопрос. Вот, простите, что вас прерываю, в прессе появилась даже такая версия, она не просто решила кадровый вопрос, она приезжала в Киев для того, чтобы предотвратить государственный переворот, который уже назревал в свете конфликта Зеленского с Залужным. То есть тут было действительно два варианта. Либо Залужный свергает Зеленского и становится вопрос кем, либо Зеленский убирает Залужного и остается на своем месте. Такое же уже было в Первый Майдан в 2004 году, Кучма формально уходивший, он разжигал конфликт для того, чтобы уравновесить противостоящие силы, потом выйти на сцену весь в белом и стать спасителем нации, ее отцом. Когда он надел все белое перед выходом на сцену, к нему пришли вежливые товарищи Запады и сказали, мы тебе считай, сейчас заморозим. Так случился Первый Майдан. А сейчас похоже, что нечто подобное, потому что силы друг друга уравновесили. У Залужного армия, у Зеленского английский спецназ, который в критической ситуации проблему решает сильно лучшая армия. И, вероятно, контроль за формально пока еще отдельно местами украинским спецназом. В этой ситуации приезжает представитель вроде бы Соединенных Штатов Америки, который вроде бы должен был быть, поддержать Залужного, и говорит, все, товарищ Залужный, доктор сказал, в морг. Значит, в морг, поедете послом. Причем с особым цинизмом не в Соединенные Штаты Америки к своим хозяевам, а в Англию, к хозяевам врага. Ну, то, о чем вы говорите, это же настоящий разлад между друзьями, между Лондоном и Вашингтоном. И, в общем-то, это никак не способствует ни новому контрнаступлению, ни стабилизации обстановки в политической системе Украины. Губит на корню хороший проект. Получается так? Я не сталкивался с тем, чтобы крысы дружили друг с другом. Они, скорее, когда кормовая мала сокращается, друг друга грызут очень сильно. В мире кризис. Мир переходит в качество нового состояния. Кормовая база сжимается, и англо-американская тихая война, она уже достаточно давно, начиная с революции Пашиняна, полыхает по всему миру. Так в итоге общая цель, во что бы то ни стало победить Россию, это не более чем декорация. Получается так? Никто в это не верит? Главная цель уничтожить Европу. Она общая, чтобы Европа не была экономическим конкурентом США, политическим конкурентом Англии и рынком для Китая. Если удастся разрушить нас, то ресурсов хватит на всех. Так что это тоже общая цель. Но при этом, когда возникает малейшая заминка, грызня друг с другом усиливается. И, собственно говоря, события на Ближнем Востоке, попытка построить Ближний Восток без Израиля, то есть Средний Восток без Америки, это, в общем, целиком английская операция. На мой взгляд. Но в западной прессе обсуждается и такой сценарий, что на самом деле Россию достаточно просто связать на Украине, а на самом деле ни о каком разрушении России, ни о каком свержении власти в России, ни о каком раздроблении в России якобы речи не идет. Да, это полная ерунда, потому что, ну, помимо того, что не надо верить профессиональным лжецам никогда, история – это динамический процесс. Если вы не прогрессируете, вы регрессируете. Если вы не можете решить поставленную задачу, если вы увязли в каком-то болоте или в каком-то процессе, или в каком-то конфликте, даже если его подморозят, вы деградируете, вы разрушаетесь. Благодарю, Михаил Геннадьевич. В студии 25-го часа Михаил Делякин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.